Свидетельство о регистрации средства массовой информации L-2400673 от 3 апреля 2013 года. Зарегистрировано в Енисейском управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Здравствуйте! В эфире новости на телеканале ТУВА24 в студии Татьяны Рамазановой. Я расскажу вам об основных событиях сегодняшнего дня. Начнем наш выпуск с эпидситуации по коронавирусу за последние сутки. Методом лабораторного тестирования выявлено 100 новых случаев заболевания COVID-19. Выздоровело за этот же период 276 человек. Отметим, что в стационарных госпиталях Кызылы в тяжелом состоянии находится 185 пациентов. К аппарату ИВЛ подключено 27 больных. Напомним, что вакцинация – наиболее эффективный метод защиты от нового коронавируса, который защищает от тяжелых осложнений. В ТУВЕ полный курс вакцинации прошли свыше 74 тысяч человек. Торжинский паром назвали в честь певицы Айкыс Кыргыз. С 30 июля в тестовом режиме и с 18 августа официально на реках Большой Несей Хамсара работают несамоходные паромы Айкыс и Субдей. Паромы были построены по заказу Голевской горнородной компании. Общая стоимость двух паромов – более 100 миллионов рублей. На церемонии запуска парома присутствовала юная певица Айкыс Кыргыз, в честь которой назвали судном. Более подробно о запуске парома с места событий смотрите в пятницу в итоговом выпуске новостей. Президент России Владимир Путин провел встречу в режиме ВКС в ее главе ТУВЕ Владиславом Хавалыгом о ликвидации энергодефицита в ТУВЕ. Для социально-экономического развития нашего региона и увеличения производства необходимо строительство третьей линии энергопередачи. Ограниченная пропускная способность имеющихся линий электропередач – главный тормоз развития республики. Сегодня энергосистема ТУВЕ обеспечивается от двух линий по ОРО-сети. Для решения вопроса необходимо строительство третьей линии электропередачи в 220 кВт. Эта проблема и пути ее решения были озвучены в ходе онлайн-встречи в Рио-главы ТУВЕ с президентом России. Реализация инвестиционных проектов, расширение строительства жилья и объектов социальной сферы сдерживается неразвитостью нашей энергетической инфраструктуры. Поэтому первоочередным вопросом остается ликвидация энергодефицита, о чем докладывал вам еще во время нашей первой встречи. Сегодня энергосистема ТУВЕ обеспечивается от двух линий по ОРО-сети. Для решения проблемы предлагается строительство новой третьей линии электропередачи 220 кВт. Минэнерго России поддерживает проект. Затраты составляют 21 миллиард рублей. Половина средств выделяется из инвестиционной программы по ОРО-сети и инвесторов. Не достает около 11 миллиардов рублей. Однако сегодня источник отсутствует. Прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович, дать поручению правительству Российской Федерации выделить эти средства правительству Республики ТУВА из федерального бюджета. По поручению Владислава Ховалыга, исполняющий обязанности министра топлива и энергетики Роман Каженол, 18 августа встретился с министром энергетики России Николаем Шульгиновым. Сразу же после, без преувеличения судьбоносной для Республики встречи, мы связались с руководителем регионального Минтопэнерго. Просьба ТУВЫ решена положительно. По решению вопроса энергодефицита Республики и, соответственно, перспективных потребителей в лице Корабильдыры и Лунсин будет построена линия 220 на Турана с новой подстанцией. В Туране будет новая подстанция 220 построена, потому что там будет входящих и выходящих пять линий. По ней будут отдельные технические решения. С подстанции Туран будет линия 220 на Мерген со строительством подстанции в Мергене. И, соответственно, от Мергена на Кызыльскую возвращаться будет кольцо, будет 220 замыкаться. Полная ликвидация проблемы энергодефицита в разы повысит инвестиционную привлекательность Республики. Это даст возможность также подключить новые крупные объекты, в том числе социальные. Школы, садики, многоквартирные дома и производственные предприятия. Минпромторг России для технологического присоединения перспективных потребителей на территории Тувы выделит средства из федерального бюджета. Также будут привлечены средства инвесторов. Строительство дополнительной линии энергопередачи после окончательного определения источника финансирования завершится в 2024 году. В результате рабочей встречи в формате регионального часа в Рио главы Тувы Владислава Хавалыга с министром транспорта страны Виталием Савельевым удалось возобновить субсидирование авиаперевозок по маршруту Москва-Кызыл-Москва. Билеты на субсидируемые авиаперевозки начнут продавать 6 сентября на официальном сайте авиакомпании ИРАэра. Либо в авиакассах. Напомним, что субсидированные авиабилеты могут купить граждане в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды и сопровождающие их лица, а также многодетные семьи и дети, имеющие путевки в детский центр «Океан». Авиарейс будет выполняться 4 раза в неделю. В Центре Тувинской культуры состоялась презентация переведенной книги «В Туву пан или пропал». Это история о пути в Туву широко известного ученого-физика Ричарда Фейнмана и его друга Ральфа Лейтона. Тему продолжит Дайан Дансюрюн. Республика Тува всегда привлекала к себе внимание как место с уникальным культурным наследием. Но двум друзьям из Соединенных Штатов Америки, один из которых лауреат Нобелевской премии Ричард Фейнман, Тува стала впервые интересна из-за названия ее столицы. Так зародилось их стремление попасть в этот далекий для них край. В Центре Тувинской культуры во время подведения итогов международного конкурса «Каргара-2021» состоялась презентация перевода книги «В Туву пан или пропал». Автор самой книги — Ральф Лейтон, друг Ричарда Фейнмана, который довел это общее стремление до конца. Я написал книгу вскоре после того, как Ричард Фейнман умер. Частью моего желания писать была досада и грусть, которую мне нужно было как-то выразить, что-то сделать. Поэтому я начал писать о нашем начинании, последнем путешествии, в которое Ричард принял участие. Ведь это были последние 10 лет его жизни. Я начал писать в печали, но закончил, когда мне полегчало. 250 страниц текста «О пути в Туву» двух друзей сегодня доступны для русскоязычной аудитории благодаря сенатору Совета Федерации от Республики Тава Дини О'Юн. Она заинтересовалась оригинальной книгой в далеких 90-х годах. Как дипломированный лингвист перевела эту книгу на русский язык. Выпуском книги занялось Тувинское книжное издательство имени Юрия Кунзагеши. Чем Фейман, наверное, заряжает и увлекает? Тем, что он все-таки считает, что не всегда цель сама важна по себе. Всегда важен процесс. И вот его увлекал этот процесс. И в предисловии я помню такую фразу, что если вы думаете, что вы пошли на рыбалку, потому что вы хотите поймать рыбу, то эта книга не для вас. Потому что увлекательен сам процесс. И вот этот процесс нам раскрывает, как действительно люди с какой-то совсем другой точки мира увлечены нашей родной республикой, какими-то культурными ценностями, тем же горловым пенем. И заставляет посмотреть, а как мы-то относимся к этим нашим уникальным, оставшимся от наших предков драгоценностям. Летом 2018 года Ральф Лейтен и его друзья вместе с Министерством культуры Республики Тава провели мероприятие в честь столетия со дня рождения Ричарда Фейнмана. Его разработка, диаграммы Фейнмана, стали вдохновением для этого события. Я был рад, что мог написать свои воспоминания, но не всегда был точен в словах и фактах. Я писал все, что приходило в голову из памяти. Поэтому я не был абсолютно точен в словах и так далее. Это было что-то вроде выражения воспоминаний. Это мемуар, написанный в конце 80-х годов, более 30 лет назад. Интерес Ричарда Фейнмана к Туве способствовал увеличению интереса к республике иностранцев по всему миру. Благодаря общественной организации «Друзья Тувы» в Америке широкую популярность получила тувинское горловое пение «Хоймей». А книга, доступная теперь читателям в России, позволит взглянуть на Туву с интересной точки зрения. Дайан Данцюрюн, Буян Монгуш, Азамат Учур, Тува24. До конца года в Туве появятся еще две модельные библиотеки по нацпроекту «Культура». По информации регионального министерства культуры, они будут созданы на базе Центральной городской библиотеки имени Антона Уиржа, города Агдабурака, и Центральной районной библиотеки Судхольского района. Участники международного этапа конкурса военной ралли на полигоне «Караха» готовятся к соревнованиям. Оттачивают мастерство выполнения контрольных стрельб из пулемета «Калашникова» с борта брони автомобиля «Тигр-М». На полигоне скоро станет жарко, рассказывает Инна Клоян. В ходе тренировки экипажи семи стран России, Белоруссии, Сербии, Узбекистана, Монголии, Казахстана, Китая и Израиля провели тренировку в поражении мишени типа пулеметный расчет, грудная и ростовая фигуры. Кроме этого, военнослужащие выполнили установку заряжения пулемета и поразили мишени на дистанции от 150 до 500 метров, появляющиеся на 10 секунд, при этом используя всего 40 патронов. Согласно условиям проведения этапа, пулеметчику нужно поразить все 10 мишеней. Перед участием в конкурсе все команды прошли обязательные двухнедельные карантинные тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции. Все мероприятия в рамках конкурса будут проходить со строгим соблюдением всех эпидемиологических требований и норм. Международный этап конкурса «Военная ралли» пройдет в трех районах республики Тыва и на горном полигоне Карахак с 22 по 29 августа. С начала года на дорогах Тувы задержано 1753 нетрезвых водителей, по вине которых произошло 72 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих автоаварий получили ранения 107 человек, погибло 16. Рост автоаварий, виновниками которых стали нетрезвые водители, зафиксирован в Дзунхемчикском, Барунхемчикском, Кызылском районах, а также в городе Кызыле. Информацию о нетрезвых водителях можно сообщить по телефону дежурной группы 56611 и 56629. На этом у меня все. Следите за нашими новостями в социальных сетях. Берегите себя, будьте здоровы. До встречи в следующем эфире. Далее наш эфир продолжит блок тематических передач. Не переключайтесь. ТУВА-24. Мы всегда на связи. Телефоны редакции 3-2-0-12, 3-39-22. Телефоны рекламного отдела 2-18-10, 3-39-45. Мы всегда открыты для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! Это второй выпуск программы ЖКХ «Перезагрузка» И прямо сейчас мы расскажем и покажем состояние детских площадок в столице Неисправные детские конструкции в любой момент могут стать причиной для травмирования ребенка Это многоквартирный дом по улице Фрунзо Здесь некоторые игровые элементы готовы рухнуть прямо на наших глазах А на качелях, которые врезаются в дерево, давно уже никто не развлекается А к этим качелям, которые находятся в ПГТ Коахеме, детям не пройти Все заросло сорняками с человеческий рост А на этой детской площадке, в что южном микрорайоне, совсем безлюдно Нет мамочек с колясками и детей, как это обычно бывает Деревянный каток и пару таких же выцветших конструкций – это все, что есть Для того, чтобы узнать состояние детских площадок в столице, наша съемочная группа побывала в нескольких точках города И в результате мы увидели, что в состоянии многих детских площадок оставляет желать только лучшего Нет, это не кадры какого-то заброшенного и безлюдного микрорайона Вокруг многоквартирные дома, улица Кочетова На этой детской игровой площадке мусор разбросан как будто после сильного ветра или урагана А вокруг бутылки от спиртных напитков А из игровых комплексов пустые ворота, в которые давно уже никто не играл и не забивал голы А эта мини-песочница и такого же размера качели-качалки, видимо, предназначена только для одного ребенка Вот как раз шли сейчас детьми, это говорили, что очень хотелось бы, чтобы хорошая была площадка для детей Мусор вообще безобразно, конечно, не возят Постоянно горы мусора, постоянно запах неприятный Постоянно здесь так беспорядок Детей много, хотелось бы на самом деле, чтобы и качели налаживали И хорошую действительно сделали детскую площадку Потому что детям действительно, на самом деле, поиграть здесь негде абсолютно Она уже давно в таком состоянии Знаете, у нас она раньше была обустроена, и все это сделали Когда у меня еще дети маленькие были, я думала, как хорошо, что будет А как начали подрастать, все, площадки нет Здесь была избушка, ну, как в доме стоял, в присотнице Ее все разнесли, вот что осталось все Никому ничего не надо Мусор не вывозят, что вот наши контейнеры, что здесь контейнеры Здесь бывает, что дети играют и бомжи Уходят, что попало делают Ничего не Даже вот ремонт делают сами жильцы Мусор кидают, не нанимают машину, чтобы вывозить это Все-таки остаются Вот так, видите, все он Основные недостатки, которые мы обнаружили, это отсутствие удобного и безопасного покрытия у большинства площадок Где-то покрытия и вовсе отсутствует Также есть беда со сломанными качелями и другими игровыми элементами Напомним, что с начала этого месяца в структуре правительства ТУВИ свою работу начало новое ведомство Министерство жилищно-коммунального хозяйства Как отмечает в Реглове ТУВИ Владислав Ховлы в своем микроблоге Сфера ЖКХ – это самый большой участок работы, где накопилось много проблем И сегодня мы увидели, что это действительно так Новым министерством жилищно-коммунального хозяйства акцент делается и на благоустройство и ремонт детских площадок Надеемся, что в скором времени ситуация найдет свое решение и детям наконец-то будет есть где играть На этом у меня все, это был второй выпуск программы ЖКХ «Перезагрузка» До встречи в следующий четверг на телеканале ТУВА-24 Айраса, Владимир Ширтык, Буям Мангуш и Айдейн Кулар, ТУВА-24 Здравствуйте, это программа «Интервью дня» на телеканале ТУВА-24 в студии Татьяна Рамазанова 15 августа на прямом разговоре, который проводил в Рио главы Республики ТУВА Владислав Ховалых Несколько вопросов были заданы по скоростному интернету И обозначились проблемы Терехоль, Мангун-Тайга Сегодня у нас в студии, об этом мы говорим с заместителем министра информатизации связи Республики ТУВА Данадоваевичем Айма Здравствуйте, Данадоваевич Здравствуйте Итак, обозначились проблемы Терехоль, Мангун-Тайга, нет интернета Как вы помните, в рамках федерального проекта подключения лечебно-профилактических учреждений До села Мугураксы Мангун-Тайгинского кожуна Интернет был подключен в 2018 году В текущем году доступ к сети интернет получил суммун толайдлых Мангун-Тайгинского кожуна Кроме того, в районном центре присутствуют все операторы связи Это МТС, Билайн, Теледва и Мегафон Кроме того, по поручению временно исполняющей обязанности главы Республики ТУВА Нами проработан связь с информом И до конца августа текущего года Будет установлен дополнительное станционное оборудование Которое позволит обеспечить доступ Широкополосной сети интернет 64-х домохозяйств Что касается населенных пунктов суммона Таких как Кунгуртух и Козылхая Мангун-Тайгинского кожуна Нами прорабатывается с Министерством природных ресурсов И экологии Российской Федерации И Министерством цифрового развития связи Массовой коммуникации о подключении к сети интернет Заповедников, находящихся вблизи указанных селенных пунктов Что в конечном счете появится возможность Доступ к высокоскоростному сети интернет До указанных селенных пунктов Данадович, я знаю, что Ваше министерство Работает по национальному проекту цифровая экономика Да, действительно С 2019 года по 2021 году В целом по республике Туа Реализуется проект Информационная инфраструктура Национальной программы цифровая экономика Российской Федерации В рамках данного проекта За три года мы должны обеспечить До 408 населенных пунктов Доступ к сети интернет Основным исполнителем и подрядчиком данных работ Выступает наше предприятие Акционерное общество Туа-связь Инфорум А финансирование Это федеральное средство Да Заключен государственный контракт Между министерством цифрового развития Связи и массовой коммуникации И акционерным обществом Туа-связь Инфорум По сравнению с другими регионами Допустим Которые похожи на республику Туа Отдаленные кожуны Как вы бы могли охарактеризовать Обеспеченность интернетом Наших поселков, сел и сумонов В силу географических особенностей Расположение республики Туа На нашей территории Очень много населенных пунктов Они находятся в трудодоступных местах Можно сравнить с другими регионами Наш регион сравнить с такими регионами Как Саха, Якутия Красноярский край То есть это северная часть Ямала, Ненецкая автономная И так далее Вот с этими регионами Можно сравнивать Но по сравнению с нами В указанных территориях Которые я обозначил В Якутии У них действует отдельная программа Отдельное субсидирование Так как кроме того Что они являются крайним севером В указанных территориях Они относятся к зонам Арктики И в соответствии с положением Порядка предоставления субсидий С федерального бюджета Они получают субсидии С федерального бюджета Но в целом Хочу отметить Что 90% населения Республики Туа В настоящее время Имеет доступ к сети интернет Данный показатель Был достигнут за счет Реализации таких проектов Как устранение цифрового неравенства Подключение к сети интернет Лечебно-профилактических учреждений А также национальная программа Цифровая экономика Российской Федерации Данные проекты были реализованы Возможно в короткие сроки И в текущем году Будет завершено Спасибо, Данада Ваевич Будем надеяться Что в скором времени В те населенные пункты Мангун, Тайги, Терехоль Интернет обязательно придет Ведь вы используете Современные оптоволоконные системы Да Спасибо, что вы пришли к нам на эфир Это была программа Интервью дня И сегодня в студии Об обеспечении интернета Населенной пункты республики Мы говорили Заместителя министра Информатизации связи Республики Тыва Дана Даваевичем Айма Спасибо Спасибо Здравствуйте Вы смотрите нашу ежемесячную программу Рыбный четверг Если вы думаете, что рыбный день Это день, проведенный с удочкой на берегу речки Вы глубоко ошибаетесь День с удочкой Это рыбалка А рыбный день Это рыбный супчик Рыбные котлеты Рыбный салатик На завтрак Обед и ужин Если спросить у людей Когда проходит рыбный день Большинство, не задумываясь Ответит, что в четверг Настолько сильны англоски традиции Истории рыбных дней По четвергам На предприятиях Общественного питания СССР Начались в 1932 году С подачи Анатаса Микояна Который ставил задачу Поддержать развивающуюся рыбную промышленность В то время по четвергам В столовых и в ресторанах Убирали из меню мясо Предлагали только рыбные блюда А с 2018 года По постановлению Главы Тувы в республике Каждый четверг объявлены рыбным Это значит, что во всех организациях Социальной сферы Школах, детских садах, больницах А также в местах общественного питания По четвергам рекомендовано рыбное меню В Тувинском техникуме предпринимательства Готовят по четвергам рыбные блюда В рамках инициативы главы республики Тут мастера производственного обучения Не только готовят различные блюда из рыбы Но и обучают будущих поваров Рыбное филе прокрутили через мясорубку Вот у нас в мясном цехе мясорубочка хорошая Добавили туда отварной рис Пассированный лук в охлажденном виде Прокрутили через мясорубку Соединили все Хорошо массу отбиваем Иначе те в теле могут разорваться Потому что у них много воздуха и влаги Их разорвет, если массу не отбить И вот таким образом формуем шарик Панируем муке И обжариваем в жарочном шкафу Вот жарочный шкаф у нас Где происходит при температуре 180-200 градусов В Тувинском техникуме предпринимательства Мастер Тамара Сапегина Обучает студентов по приготовлению блюд из рыбы Студенты получают хороший опыт и позитивные эмоции У рыбного четверга несколько задач Сделать еженедельную диету более здоровой И познакомить людей с новыми вкусами Вот, например, из холодных блюд мы делаем Сель под шубой Сель с гарниром Салат мимоза Салат из крабовых палочек Еще в двух вариантах Он у нас готовится из капусты И с добавлением сухарей Затем из супов мы готовим еще уху Уху из рыбных консервов Рыбу в кляре жарим на вторые блюда Делаем беточки рыбные Вот сегодня мы готовили тефтели Рыбные котлеты Рыбные называются, если по-мясному сказать, зразы Но вообще это тельное Из рыбы зразы это тельное блюдо Ну и, конечно же, соус к рыбным блюдам Это идет томатный, сметанный или молочный Вот это все мы готовим со своими студентами У меня обучаются студенты из коррекционных классов Школ города и республики Вот мы уже заканчиваем обучение По профессии повара Они отрабатывают последнюю вот эту неделю Так что готовят уже все почти самостоятельно Вот с моей подсказкой, естественно, подсказывать им надо Ну и они потом плавно перейдут в кондитерский цех Изучать кондитерское дело В качестве наглядного примера Сегодня послужили тефтели, а на гарнир Макароны в томатном соусе Студенты с интересом наблюдали за работой мастера и принимали активное участие Готов Готов, да? Да Сачок беленький, светленький, хорошо Оценка качества рыбной кепки? Рыбной кепки Внешний вид аккуратно, сохранились формы Овненькая, без трещин Без трещин, корочкой Студенты задавали вопросы и получали грамотные ответы Салат из крабовых палочек особенно понравился ребятам Потому что блюдо несложное в приготовлении и придется по карману многим Крабовые палочки нарезаем мелкими кубиками И все продукты нарезали мелкими кубиками И добавлено майонез, перемешивали и вешали Вешаем 100 грамм и поставим на привалку к кукулу Мастера производственного обучения утверждают, что рыбу нужно есть как минимум раз в неделю Ведь именно рыба является ценным источником легкоусвояемого белка, незаменимых жирных кислот и фосфора Как видите, польза рыбы, как и других морепродуктов, неоспорима Если хотя бы один раз в неделю употреблять в пищу рыбу, организм скажет большое спасибо за этот здоровый подарок В Кызыле задавшись целью возродить эту полезную для здоровья горожан традицию Шеф-повара разработали рыбные блюда, которые соблазняют даже заядлых мессиедов отдать предпочтение рыбе по четвергам Сегодня готовим блюдо стейк с лососьми, с овощами и грибным соусом Приготовление зависит от ваших желаний Рецепты стейков самые разные, от простых до самых сложных По составу ингредиентов А мы пойдем по самому способу приготовления Для этого нам понадобятся болгарский перец, баклажан, цукини и шампиньоны Заранее нарезаем овощи Перец красный, цукини, грибы, баклажаны Затем на разогретой сковородке с растительным маслом Обжариваем тимьян, розмарин, баклажан, цукини, болгарский перец и шампиньоны На отдельной сковородке обжарить лосось Предварительно посолить, поперчить Потом на готовую тарелку с одной стороны Разместить овощи, с другой лосось Заранее разогреваем соус грибной Помещаем в центр тарелки и блюдо готово Дары моря полезны в любом возрасте для детей и взрослых и пожилых людей А что можно сказать про беременных? Врачи сходятся во мнении, что для будущих мам рыба и морепродукты также несут существенную пользу Вообще известно, что в их состав входит огромное количество витаминов и минеральных веществ Которые поддерживают в хорошем состоянии организм беременной женщины А также способствуют правильному развитию ребенка, который готовится появиться на свет А это значит, что рыба и морепродукты не только не запрещены, но и рекомендованы За некоторым исключением Во время беременности очень важно употреблять рыбу Рыба, естественно, должна быть самая главная для беременности, для безопасности ее состояния плода Она должна быть термически обработанная Рыба является основным источником омега-3 жирных кислот в небольшом количестве Но в ней омега-3 мало В ней очень много цинка, магния, железа, фосфора Которая также необходима именно для развития структур будущего ребенка Также морская рыба, она очень богата йодом У нас в Туве идет дефицит по многим показателям микроэлементов В том числе, особенно у нас не хватает железа, у нас не хватает йода Поэтому рыба должна быть одним из основных продуктов питания животного происхождения Рекомендуется во время беременности употреблять рыбу хотя бы два раза в неделю То есть ежедневно как бы не надо два раза в неделю Минимально хотя бы один раз в неделю Сколько употреблять? Ну 250-300 граммов в принципе за один прием пищи этого будет достаточно Главное должна быть термически обработанная Во время беременности очень полезна рыба следующих сортов Это любая морская рыба, форель очень полезная Треска, которая у нас продается на наших рынках в городе Козыле Это щука Вот они очень такие прекрасны Нам доступна, которая реально доступна Это отреска, это щука, которую мы можем в Козыле купить И не только в Козыле, но и в наших районах Все должно быть термически обработано Очень аккуратно во время беременности с рыбами, которые сопровождаются высокой аллергенностью Допустим, креветки к этим продуктам относятся, лосось к этим продуктам относятся Какие-то виды анчоусов, их желательно во время беременности употреблять в очень маленьком количестве Либо если девочка все-таки склонна к каким-либо аллергиям, креветки и лосось лучше не кушать И какая рыба максимально полезна, это допустим на пару, либо в духовке Либо отварная рыба должна быть Она не должна быть сырой и рыба не должна быть обжарена именно на масле Потому что там формируются трансжиры, которые, к сожалению, на метаболизм во время беременности оказывают неблагоприятное влияние Поэтому рыбу кушайте, рыбу любите И на самом деле она очень полезна И лучше всего, так как мы живем все-таки в Туве, употреблять рыбу нашу Которая именно у нас здесь плавает, которую здесь мы ее добываем Потому что рыба, которая привезенная, она многие свои полезные свойства, к сожалению, теряет Из-за того, какие вещества там были для ее транспортировки, кто транспортировал, в каких условиях Поэтому наша рыба, она именно местная, Тувинская, она подойдет всем абсолютно беременным Еще один момент беременным, прежде чем купить рыбу, стоит проконсультироваться со своим врачом Особенно если вы подвержены аллергии Ведь существуют виды морепродуктов, которые могут дать обратный эффект В их числе модные на сегодняшний день роллы из суши Очень популярная у нас еда, это идет у нас суши, роллы, которые у нас любят очень многие Беременные в том числе В чем особенность этой рыбы? Она термически необработанная Мы не знаем, кто является поставщиком данной рыбы Проверен ли поставщик В каких условиях производилась транспортировка этой рыбы Так как она термически необработана И плюс добавляют для консервации определенные вещества Которые, если превысить допустимый порог К сожалению, они могут навредить беременной Навредить ее состоянию плода И во время беременности, по рекомендации Наш докторов От ролла и суши лучше во время беременности полностью отказаться Потому что мы не знаем, какие там паразиты Есть ли там какие-то гельминты Плюс еще необработанный тунец А там же очень часто у нас тунец используется Тот же лосось, который является также высокоаллергенными продуктами во время беременности То есть от суши, от ролла лучше всего отказаться Чтобы сохранить здоровье волос, ногтей, кожи и сосудов Нужно кушать рыбу Она является натуральным источником Кальция, фосфора, аминокислот и макроэлементов А чтобы не растерять во время готовки полезной витамины Ее лучше приготовить на пару или в духовке На сегодня это были все полезные советы По употреблению рыбы и морепродуктов Смотрите нашу ежемесячную программу Рыбный четверг На канале ТУВА24 Будьте здоровы! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»